Всем привет! Продолжаем смотреть картины интересных художников. Сегодня покажу вам картины художника Попова Александра Андреевича. Родился он в селе Георгиевском Рыбинского уезда Ярославской Убернии и был восьмым ребенком в семье священника. Учился в Ярославском духовном училище в 1868 году в Ярославской духовной семинарии, где проявились его способности к живописи. Через некоторое время поступил в Императорскую академию художеств на отделение исторической живописи, где занимался под руководством профессоров Верещагина, Чистякова и Шамшина. Данные я беру из Википедии, из того, что я нашел в интернете. Тины я тоже там же нашел. За период обучения получил все существа ваши академические награды. Две малые серебряные медали за рисунок и этюд с натурой. Две большие серебряные медали за рисунок и этюд с натурой. А в 1878 году малую золотую медаль за работу Авраам изгоняет из дома Агарь с ее сыном Измаил, который отправляется за границу. Посетил Дрезден, Вену, Мюнхен, Париж. И в 1881 году полгода слушал лекции и работал в мастерскую известного французского художника Леона Бона. После посещения Флоренции продолжал работу вместе с Селезневым, Бакаловичем и Бронник. По итогам пенсионерской поездки был награжден золотой медалью за картину погребения христианской мученицы катакомбы Харима. И после поездки оставлен при академии. В 1855 году удостоен звания академика в этом же году по рекомендации академии назначен директором рисовальной школы Одесского общества изящных искусств, где изменил систему обучения в Одесской рисовальной школе. В 1900 году назначен директором художественного училища имени великого князя Владимира Александровича Одесского общества изящных искусств. В 1915 году избран пожизненным членом общества архитекторов-художников при академии художеств. В 17-м после ликвидации императорской академии художеств подал отставку, но преподавал рисунок и живопись до самой смерти. Умер в 1919 году. Надо сказать, что Александр Ильич Попов за время службы был награжден орденом святого Станислава третьей степени, орденом святой Анны третьей степени, орденом святого Станислава второй степени, орденом святого Владимира четвертой степени. В 1909 году был произведен в надворный советник. Живописные работы находятся в музеях Риги, Одессы, Николаева и другие в частных коллекциях России, Украины и дальнего зарубежья. Вот и все, что мне удалось найти о художнике Александре Андреевиче Попове. Все, пока-пока, привет, смотрим картину. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok